Здоровушки, друзья! Итак, мы продолжаем играть в Resident Evil 7. И у нас совсем недавно взорвалась машина, и вот этот чувак, собственно, в отключке. Я так понимаю, что он не умер, а он именно в отключке. Я только что потратил патрон. Надеюсь, что это не сильно плохо. Окей, хорошо. Вот у нас есть человек без половины головы и пистолетные патроны. Окей, это тоже нужная вещь. В всякий случай, возьмём нож. То есть нож у нас безлимитный, я так понимаю. А вот инвентарь у нас... Блядь, Алексей, эту хиту можно разбл... Блядь, комбинировать. У нас дохилищ хитов. Я так понимаю, мы изначально всё сделали правильно, и мы просто молодцы. Ебать, ему жёстко вмазалась вся он. Так, вот, в принципе, можно, наверное, открыть. Аптечка. Блядь, у нас столько аптечек, на самом деле. И мы, в принципе, всё проходим довольно-таки неплохо. Это очень круто. И... Ебать, блядь. Вроде, знаете, хоррорная такая игрушка, а мне так прикольно. О, зацените, может, наверх подняться. Вот как будто... Неожиданно. Говорит, сейчас ты увидишь что-то неожиданное. Чувак сам себе застрелил. Я так понимаю, он хочет показать, что он бессмертный. Бессмертный. Ну, я как бы... Гильзы транслейдера малейка. Чувак, ты мёртвый будешь скоро. Подожди! Я, я, я... Стоп, стоп, стоп. Хорошо, хорошо. Я хотел сначала посмотреть, что там за фотография. Вот это что такое? Чик-чик-чик-чик. Отвертили мы. Статуэтка быка. Как бы у нас... Ладно, давайте вот это вот. А если вот нам, допустим, скомбинировать... Так, вот это вот нам нужно выкинуть по-любому. Потому что это нам не нужно уже. Утилизируем, так сказать. А вот пистолетные патроны можно комбинировать с... Нет, нельзя. А с чем можно комбинировать? Вот это можно комбинировать только с этим. Ну, хорошо. В принципе, у нас довольно-таки много здоровья. У нас всего много. У нас статуэтка быка есть. Окей, хорошо. Пусть будет. Моцик такой висит. Прикольный. Прыжок. Вормс, ёбаный в рот. Ага. Что это? Ага. Ага. Это мы, значит, пришли назад. А, я понял. Я понял, ребята. Короче, он сам себя застрелил, чтобы показать лишний раз, что он офигенно бессмертен. И мы взяли статуэтку быка, чтобы пройти через вот эти ворота. Соответственно, вот эти ворота у нас пройдены. Бабах. Давай, давай, давай. Заходим. Шли мы тут в вентилятор. Ви-ви-ви-ви, вентилятор 30, вентилятор закройте. Кто знает, кто такие кукутики, они поймут, ебать, ворота, потому что у меня ребёнок. Стреляй в меня, стреляй. Он здесь, там и везде. Открыто достижение, офигеть. Просто охрененное достижение он здесь, там и везде. Просто главное, понятно, просто капец. Не, открой, стоп. Вот это что такое? За кутирьма. Непонятно. Древняя монета. Окей, у нас монет этих до жопы, по-моему. Древних у нас точно уже две есть. Стоп, 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 стоп. Маятник от часов взяли. За два года пропали без вести более 20 человек. Капитан Хэуэлл из полиции. Штат сообщил репортерам в начале поисков Хэлен Мэнт Кив, студентки колледжа из Северной Каролины, которые направлялись в Луизиану. Последний раз ее видели вечером 21 числа этого месяца. В последние два года резко возросло количество сообщений о пропаже людей на юге Луизианы. Большинство пропавших туристы или бродяги. Считается, что уже пропало менее 20 человек. Полиция подозревает, что они убиты и считает, что эти случаи могут быть взаимосвязаны. Разработаны планы по выделению. Выделению, блять, нет, слово выделение прикалывает. Такое чувство, что кто-то что-то выделил в этом моменте, блять, своей кожей или не знаю еще чем-нибудь. Дополнительных исследователей и проведению дознаний на местах. Элиса Эйшкрофт. 19 января 2016 года. Мне тогда было 24 года. И накануне, собственно, 26. Поднять трубку. Блять, только не говорите, что я опоздал. Пожалуйста. Сука. Пиздец. Ребята, это пиздец. Я опоздал. Никого нет. Жалко. Что это? Кто-то поорал? Или мне показалось? О. Хорошо. Поднимаем трубочку. Тебя влетело от папочки? Это твой отец? Когда-то был. Извини, но он вроде как покойник. Может, у тебя вы получите. Что получится? Не нужно тебе кое-что, но я не могу сейчас все объяснить. Найди ключ, если потребуется, выберись из дома. Потом поговорим. Потом поговорим. Да легко, ебать его в рот. Выберемся. Мы и из дома. И, соответственно, ключа... Э, маятник у нас есть. У нас дохренища всяких предметов, которые нужно как-то выкидывать. Гильзы для дробовика, травы, блядь, аптечки, ебаные, блядь. Все, пистолет. Нож. Распечатка электронного сообщения от вашей жены, которая пропала без вести три года назад. Я так понимаю, что система сохранения и система взаимодействия такая же, как и в первом везде. Так, что здесь? Опа-на! А вот это уже... Ебать его прикол, я вам скажу. Так, ребята, я надеюсь, тут есть где-нибудь... Этот самый. Это нам не нужно. Шкафчик. Шкафчик есть. Но должен же быть такая большая гостиная, и нет шкафчика. Да ну нафиг. Потому что если нет, то нам довольно-таки далеко придется пилить. Опять это чувиха. Здорово, мадам. Мадам, я вас любил. Чего же воли? Чего я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воли, меня свою. Может, это хобби папочки? А может, ты попутал? Это нельзя открыть. Может, монетку можно кинуть? Ха! Хуй ты смотришь? Вот это, я так понимаю, хобби папочки. Потому что по-другому это не назвать. Кассет. Я сейчас быстренько... Найду место. Это тебе реально не первый резидент, в котором хрен найдешь место. Это полное говно. Первый резидент это полное говно в плане... Вот там реально не продумана вот эта система... Или, или, или там... Или позара нет. Там специально сделана очень жесткая система сохранения, очень жесткая система предметов поднятия. Потому что там всего шесть слотов. Шесть. Шесть, ебать, слотов. И ничего нельзя выкинуть. То есть, все нужно только использовать. Или щилки, это большая редкость. О, чувиха. Это наш? Это мини или как это? Итан, если ты это найдешь... Я знаю, что я не могу ни на что рассчитывать. После всего, что произошло, что я сделала... Ну, я должна тебе сказать, это была не я. Но я уже понял. Я не знаю, что случилось. Амбарелла тебя заразила, я так понимаю. Тебе настолько нужно понять. Вот ты где. Ну, ты напугала же нас девушка. Это из... Из этой самой... Из демки фонарь. Потому что там мы играли за девушку. Все. И мы сейчас будем играть. Она больше меня не... Все, мы сейчас играем в демку фонарь. Потому что, насколько я знаю, эта демка является эксклюзивом для Sony и PlayStation. Будем убегать от чувихи, именно. От жесткой. Сейчас будет море скримеров. Но постараемся не испугаться. Потому что сейчас я настроен не пугаться, а именно играть. Погвозить. Закрыто. Точно закрыто? Давайте проверить все четко. Если я испугаюсь сейчас скримера, это будет очень жестко. Потому что я... В принципе, не боюсь ничего. Иди отсюда, сучечка. Ребята, я вам советую не пугаться. Я вам советую принять на грудь более 300 грамм коньяка. Потому что я это сделал буквально недавно. У меня днюха. Почему бы и нет? Довольно страшно, но на самом деле не очень. Ребята, есть некоторые вещества, которые глушат страх. Так. У меня уже в печенке сидишь. Здорово, чувиха. Я так и знал, что этот примерно скример будет, в принципе. Комнату марш. Вы не справились. Повторить попытку. Окей. Я в курсе. Ребята, если кто-то играл в демку фонари, такая демка есть. Я, к сожалению, в нее не играл. Но, грубо говоря, мы в нее играем сейчас. Сюда мы прячемся, да? Вот я спрятался. Зачем ты так со мной поступаешь? Чем я заслужила такое отношение? Тем, что я впустила и накормила тебя? Ты меня не видишь, да? Ты, типа, вся такая женщина, да? Ты возвращайся в свою дерьмо, из которого вышла. Странная ты какая-то. Это же дар! Дар это, блядь, яичница. Ладно, шучу. Ты не путай дар с яичницей, я хотел бы сказать. Мои руки, блядь,ские. Что это? Сейчас для этого неподходящее время. Ты просто не понимаешь, или тебе плевать. Ага, вот сюда и можно посмотреть. И ручки вот так вот поставить. Ручки, между прочим, у нас цельные, обе. Я знаю, что вы с Зоей что-то замышляли. Слушай, я думал, что ты вообще-то Зоя. Что? Блядь, некоторые кем-нибудь моменты, нюансы. Я прошляпиваю. Я сейчас специально перезапустил запись. Ну, просто выключил и включил. Как бы ничего вы не потеряли, я тоже не потерял. Просто потому, чтобы, во всякий случай, не просрать. Момент. Не свети. Баба, ты жирная. Не подходи. Подходит. Блядь, подходит, отвечаю, отвечаю, подходит. Там Кока-Колы еще есть, надо налить. Блядь, вот кто о чем, а лысый, а чупа-чупся, реально. Лысый, мать его, а чупа-чупся. Потому что он лысый. О, что это? Эээ. Чшшш. Тихо, тихо, тихо. Человек, фонарь. Зеленый фонарь, иди в жопу. Она застряла в тихту. Я скормлю тебя моим кошкам, а останки пущу на удобрения для сада. Не пошла бы ты взад к своей кошке в качестве удобрения для сада. Мы открыли тебе дверь нашего дома. Вон она ушла, в принципе, и нормулик. И вот твой ответ, короче. О, зацените. Можем спрыгнуть. Так спрыгни, ёпт. Окей, хорошо. Эээ, пф, а что мне делать-то дальше? Вон нам можно куда-то туда, что ли? Не, не понимаю пока что. Крутим, вертим этот предмет. Я нажимаю на F через микросекунду. То есть я херачу на F всё время. Чтобы на всякий случай ничего не пропустить. Смотрим, что у нас в инвентаре. В инвентаре у нас мега-ноль. Слышали о таком животном мега-ноль? Мега-ноль. Ладно, шучу мегавольт есть. Но мега-ноль тоже, в принципе, бывает. Здесь темно, здесь говно, здесь темно, здесь говно. В принципе, всё. Всё. Почему мы не можем, блин, взять? Там никого нет? Нет ещё. Почему мы не можем взять это? Понятное дело, что с этим предметом что-то нужно сделать. Нет, к сожалению, у нас ничего не получается. Давайте попробуем здесь тогда. А! Всё, она ушла. А, нам нужно в паука попасть. Да? О! О-о-о! Отлично, загадка решена. Мать его, за ногу. И дверь, соответственно, открыта. Хэ, прикол. Хэ, не знаю. Загадка в стиле а-ля... Какая-то игра такая есть. Приколь. А, пила! Пила, по-моему. Не, игра так и называется, по-моему, пила. So. То есть, не первая, не вторая. Просто so и всё. S, A, ну, то есть, A русская, типа, E, W. Читается как so, по-моему. И переводится, соответственно, как пила. И там похожие загадки были. Насколько я знаю, в эту игру я не играл. Смотрел обзор от Stop Game. Под названием Разбор полётов. Разбор полётов вообще офигенная тема. Если вам нравится Разбор полётов, я приблизительно в таком же ключе хотел бы замутить каким-нибудь обзором. У меня есть тоже чувак, с которым я... Не, 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 не. Сучечка. Лять. Догнала меня. Попло. Ты платья, тебя вела. Как здесь я хоть свет с этого места... Начну. Короче, ребята, суть в том, что я с удовольствием начал в таком же ключе какие-нибудь разборы, тоже King Tiger, но, к сожалению, я... Я просто не хочу, чтобы вы подумали, что это плагиат, поэтому я, скорее всего, не буду это делать. Но если вы хотите, чтобы я с Лёником, а если кто-то смотрел Dead Space... Вы знаете, Лёню, то наши, соответственно, разборы, назовём это так, были бы тоже прикольные. Я не назову их исключительными, потому что... Ой, блядь, как я уважаю вот этих ребят, которые трудятся на стоп-гейм. Просто они реально, у них дар. Я не собираюсь у них забирать. В никаком случае, хлеб. Какой забрать? Вы ещё гоните, что ли? Я мелкая сошка. Я могу только попытаться у них что-то забрать, но ни в коем случае не забрать. Вы что, прикалываетесь, что ли? А тем временем... А мы многого не знаем о Тибетах. Короче, я упускаю очень много сюжетных ходов. Думаешь, Эви будет вечно терпеть твоего крутого сучка? Какая-то Эви есть, прикиньте. Я стоп по горлу твоими пакостями, слышишь? Ты слышишь меня? Хе-хе-хе-хе. Она наворачивает круги, а я её игнорю. Давай. Там от меня пахнет ещё, скажи. Ещё скажи, что ты жёстко от меня чуешь что-нибудь. Так что, ребята, если вы вдруг захотите услышать... Ну вот, ну, просто... Просто для вас, скажем так. А какой-нибудь... Мега-монтаж. В стиле стоп-гейма. Оп. Я не знаю, что сейчас произошло, но я как-то успел это сделать. Нет, нет, нет. И не пытайся даже, мать твою, избежать наказания. Блин, ты же мама вроде. Чё ты ругаешься? Всё-таки выхода нет. Я вроде отец, но как бы стараюсь не ругаться. Я ругаюсь только исключительно в летсплеях. И тут только потому, что... Это исключительно часть образа. Так в жизни я не ругаюсь. Есть две девчонки. Одна старшая, другая младшая. Всё чёрное стало. Какая-то прикольная блеск. Ага, камера упала. Дай в лесину. Итан, Итан, пожалуйста, помоги. Помоги. Окей, хорошо. Мы знаем, что произошло. Она пыталась убежать. Там слева что-то было. Вы видели? Я же слева что-то забыл нажать. Вот это беда. Короче, я смотрю на своё лицо, блядь. И понимаю, что у меня реально нос как у тукана. Или тукана. Короче, какой-то чувак написал в видосе про Юджина. Что у меня нос как у тукана. Я даже не знаю. Я никогда не видел тукана. И даже не представляю, какой у него нос. Но если это так. Блядь, тукан красавчик. Вот всё, что я могу ему сказать. Тукан на самом деле красавчик в таком случае. И вы, ребята, тоже красавчики. Не слушайте никого. Потому что все пидорасы. А вы на самом деле красавчики. Вот и всё. Так, это что за мега загрузка в 3 секунды? Даже больше. Ну да, на самом деле загрузка. Слушайте, там внизу справа значок загрузки. Очень, очень на самом деле прикольно. Небольшой ложок был. Я это увидел по своим губам. Хе-хе. Они такие, оу. Зависли в один момент. Я даже не знаю, ребят. Наверное, на сегодня надо заканчивать уже. Нет. Ещё чуть-чуть немножко можно. Очень интересная игра. Блин, мне просто капец. Так интересно. Мия, что они с тобой сделали? Мне... Я даже не знаю, насколько... Мне интересно настолько, что... Сообщают о надвигающейся буре. Несколько лет назад мне пришлось потрудиться, чтобы устранить последние... Последствия бури. Наверное, надо укрепить окна и упрочнить крышу. Может, Лукас мне подсобит. Вода наконец-то сошла. Наш основной дом не пострадал. А вот старый дом сильно повреждён. Ага. Что? В смысле? У них два дома, что ли? Всё понятно. Лукас всё не уймётся насчёт большого корабля, который выбросило в поток реки. Если это правда, надо бы сообщить в округ. Завтра пойду и сам посмотрю. Я, кажется, что-то начал понимать. Есть Лукас. Это сын бати, которому он отрубил руку. Вы помните, когда, по-моему, во втором летсплее. Что у нас здесь? Есть батя, который во время... Из-за какого-то шторма... Ну, если что, поправьте меня, блядь. Ебать, свет врубился. Он из-за этого, короче, шторма пошёл в округ. И, возможно, он что-то в этом округе, собственно, и подцепил. И, собственно, с этого, возможно, всё и началось. Но это пока что теория. Это всё теория, ребята. Одна теория страшнее другой. Голова собаки. Бля, ебать, что бы употребить? А что с этими монетами за прикол? Как их использовать? Это маятник. Сообщение от меня и распечатка. Сообщение от вашей жены. Может, его выкинуть нафиг? Да и всё. Электронное сообщение от вашей жены Мей, которая пропала без вести. Ну, жалко как-то выкидывать, на самом деле. Ну, что сделать? Давайте выкинем. Ай. Надеюсь, что я ничего жизненно важного не выкинул. Голова синей собаки. Ебать, урод, блядь. Кто так завуалировал? Я в шоке просто. Порох. Порох? Порох для чего? Порох для чего? Я не понимаю, мы куда-то в кого-то стрелять будем или что? Так, это понятно. Так, давайте, так. Значит, Лукас сегодня умеется насчёт большого корабля, который выбросил на порог реки. Если это правда, то надо сообщить в округ. Завтра пойду и сам посмотрю. Какой-то большой корабль выбросил. Слушайте, корабль. Резидент Ивел. Там же какой-то корабль был. Блядь. Я вот в поздней части вообще не помню. Но, по-моему, там был какой-то корабль. Насколько я знаю... Насколько я знаю, ебать. У меня есть мега-нож. Так что вы получите все пиздюли. Опять же, мат исключительно для образа. Так что не воспринимайте его жёстко всерьёз. То есть, я имею в виду, не ругайте меня, ребята. Если вам, ну, будет не нравиться, я это же буду видеть. Если вам будет не нравиться мат, я, соответственно, исключу патроны. Это нельзя использовать. Как-то нельзя. А что я использовал-то? А голову собаки можно использовать? Конечно, нельзя. Да вон она ходит. Я ж вижу, вон она. О, смотрите. Можно вперёд тыкать. Смотрите. Тюк. О, ебать. Котяра только что тёпленький так лёг мне на ногу. И мне стало так приятно, на самом деле. Нам это не нужно, кстати говоря, между прочим. Это такая штука, которая объединяет предметы. А может и нужно. Тут ничего интересного. Я вообще что, я уже заблудился в доме. Я ещё ни разу не смотрел на карту. Ага. Спустили мы воду. Вот и началась чернота. Деревянная статуэтка. Её тоже нужно взять. Ебаная проблема с Саленхиллой. Четвёртая, первого началась. То есть, нету в инвентаре места, а предметов, которые нужно взять. До хренища просто. До хренища. В определённый момент становится до хренища аптечек. Это полная жопа, блядь. Нам нужно сохраниться, ребят. Опять деревянная монета. Древняя, точнее, монета. Драка просто с Ситом. И, блядь, Терезиндивил. У этого чувака жопа полная в жизни. У него, как вы можете заметить, рука... Ну ладно, вы не можете заметить. А если вот так вот? А, вот. Видите, рука у него зашита. А он, знаете, чем занимается? Он дерётся с Ситом. Это потому что... Потому что парень с юморком, на самом деле. Как эту деревенную херню взять? Что можно выкинуть? Гильцы для дробовика? Вы что, прикалывайте себе? А если я дробовик найду? Аптичка. Сильная аптичка, аптичка. Так, ребят, по-моему, у меня камерка замылена. Так, вроде всё нормально сейчас. Я так понимаю, нам нужно найти сохранение, сохраниться. Знаете, куда нам нужно? Нам нужно... Гараж. Пратичная. Давайте найдём ящик наш, в который можно сгрузить предметы. Я так понимаю, нам в протичную нужно. В протичную, значит, нам нужно вот так вот выйти. Что это такое? Ладно, хер с ним. Детская комната в детскую комнату нужно. Чувак, хорош, жрать мои ноги. Вот нам сюда здесь перекрыт, насколько я помню, вход. Вот нам сюда нужно. Вот сюда. И сохранимся, и закончим на сегодня, потому что это, ребята, полная жесть. Это полная жесть. И начнём... И продолжим мы завтра. По пути мы посмотрим, что у нас есть. Попробуем забуриться в детскую... Так. А, вот. В детскую комнату мы не можем. Блин, на самом деле. Кстати, между прочим, может здесь можно использовать вот эту вот аптечку. Вот эту вот монетку, которую мы из демки... Блин, опять же, я красавчик, что её взял. Вот. Пускаемся вниз. Голова собаки у нас есть. Запомним это. И вот, в прачечную нам нужно. Вот. Нам вот в эту дверь... Хоба! Никого нет. Очень прикольно, на самом деле, что никого нет. Какая-то музычка, или мне чудится просто? Чудо. Сейчас мы скинем очень много инвентаря. И, возможно... Возможно. Так. Аптечку нахер. Вот эту вот. Сюда. Гильзы для дробейка оставим. Древние монеты. Я, блядь, не понимаю. Нахуя они нужны? Ну ладно, оставим. Грязная монета. Это... Из этого самого. Монета защиты. Такие монеты оказывают особое воздействие на тех, кто носит их с собой. Данная монета укрепляет ваше тело. Старая помятая монета. Похоже на ней какой-то мох. Старая помятая монета. Укрепляет ваше тело. На самом деле, вот эту монету, наверное, лучше с собой носить. И я так понимаю, что монета с мхом тоже бы не против с собой носить. Блядь. Ну нахуй она нужна? Хоть бы объяснили. Порох для набивки патронов. Для изготовления пистолетных патронов. Я понял. Хорошо. Но она пока не нужна. То есть нам нужен предмет для создания совместимости. То есть у нас есть... По-моему, даже в этой комнате где-то есть. Давайте поищем. Это вонючие носки. По-моему, где-то в этой комнате был этот предмет. По-моему, 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 где-то здесь. Нет? Да ладно. Хер с ним. Нет и нет. Будет в следующий раз. Так. Пистолет и маятник. Пусть будет. Хорошо. Наверное, все-таки большую аптечку я тоже оставлю. Гильзы для дробовика. Пусть будут. Пусть будет. Пусть будет. И сохранюсь. И закончу на сегодня, ребята. И пойду спать, соответственно. Новое сохранение. Да. Окей. Не выключайте компьютер. Хорошо. Как скажете. Ладно, ребятки. Все. Подписываемся на канал. Ставим лайк под этим видео. И будьте счастливы. Всем пока.